Лавочки во дворе подождут с программой 50+. О голливудской улыбке мы все мечтаем, но почему-то чаще задаем вопрос о том, как вылечить зубы, чем как их сохранить, с детства ненавидя при этом звук бормашины. А ведь здоровые и красивые зубы даже в глубокой старости – мечта вполне реальная, говорит главный врач Кировской клинической и стоматологической поликлиники Ирина Халявина. Главное – правильно и регулярно за ними ухаживать. Причем важна профилактика не только кариеса, о которой многие заботятся в первую очередь. От чего себя нужно беречь? Это, наверное, от той патологии, которая у нас сегодня прогрессирующая – это заболевание парадонта. Когда появляется кровоточивость десен, когда начинается подвижность зубов, это почему происходит в современном обществе, потому что люди в меньшем количестве употребляют твердой пищи. Это сырые овощи, когда нужно давать достаточную нагрузку на зубочелюстную систему. Вот отсюда появляется и подвижность зубов, и скучность зубов, патологическая стираемость зубов. С этими проблемами бороться приходится очень серьезно, очень долго, и радости уже за 50 плюс точно не представится. Причем с возрастом, предупреждает врач, риски развития болезней зубов намного выше. Дисфункция сустава, она ведь связана еще и с тем, что симптомы остеопороза выражены в более возрастном таком периоде. Сам факт, как патологическая стираемость может быть в любом возрасте, но просто с возрастом – это прогрессирующая патология. Нужно вовремя заниматься лечением зубов, рациональное, правильное питание, и самое главное – все это делать на фоне тщательного гигиенического ухода за полостью рта. Сделать хорошей привычкой раз в год посещать стоматолога. Это тоже говорит о том, что мы в 50 плюс будем выглядеть замечательно. И дело тут не только в идеальной улыбке. Здоровье зубов влияет на состояние всего организма. Часто мы не подозреваем, что причиной какого-то недуга может быть плохой зуб или воспаленная десна. Между тем, таких болезней насчитывается порядка 80. Среди них сердечно-сосудистые нарушения, ревматизм, болезни почек, глаз, кожи и другие, рассказывает Ирина Халявина. Если недостает какое-то количество зубов, нарушается и жевательная эффективность у человека. Поэтому нужно понимать, что грубая непереработанная пища поступает в желудок, и это может спровоцировать заболевание желудочно-кишечного тракта. Больше того, если не лечить зубы, то в полости рта в норме существует очень большое количество микробного фактора. Но они находятся в таком условно-патогенном состоянии, то есть они не опасны. Но когда у человека снижается иммунитет, то вся патогенная флора, она становится реактивной и она становится заразной. И отсюда появляются заболевания ротоглотки, то есть это различные виды респираторных заболеваний. Ангин – различная инфекция, которая может проявляться не только в полости рта, мы ее видим и на губах, и где-то на слизистой кишечнике. А еще нездоровые зубы или отсутствие некоторых из них добавляют нам лишних морщинок, говорит врач. Когда мы не создаем жевательную нагрузку, у нас плохо работают мимические мышцы. То есть когда мы не жуем твердую пищу и жуем еще особенно на одной стороне, отсюда появляются какие-то дополнительные морщинки. Прибавляет лет и желтый налет на зубах, но все это современной медицине подвластно. Главное – о себе заботиться и вовремя лечить зубы. А красивая улыбка в зеркале уверенности и любви к себе только добавит. О том, как осуществить свои мечты, когда тебе за 50, рассказывала Мария Кожевникова. 50 Плюс